Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, можно ли исповедоваться, если не до конца простил? В душе есть еще обиды и много боли. И исповедоваться можно, если не до конца простил. И причащаться можно в том случае, если ты не находишься в явной вражде с человеком. В явной вражде с человеком. Это очень сложная тема. Тема прощения, обиды и возобновления или не возобновления отношений с обидчиком. И полного очищения через таинство, через слезы, через колоссальную работу над собой. От нанесенной тебе обиды или от какой-то склоки, драки, в которые мы все так или иначе попадаем в течение жизни. Но, тем не менее, исповедоваться не только можно, но и нужно. Потому что исповедь — это первейшее оружие к тому, чтобы избавиться от той или иной страсти или от того иного греха, в том числе и от обиды. Потому что обида — это обостренное проявление гордыни. Но если вы нашли в себе силы примириться хотя бы на таком, так скажем, светском, как бы это сказать, на уровне Министерства иностранных дел, как-то улыбнуться и пожать друг другу руки, то этого достаточно, чтобы причащаться к святых христовых тайнам. Хотя я всегда, когда человек исповедует меня как священнику свою обиду и, так скажем, какую-то внутреннюю ненависть, прямо неприятие другого человека, но исповедует очевидно, то я всегда задаю один вопрос. Чтобы допустить его к причастию, я спрашиваю, если этот человек придет к вам и попросит у вас кусок хлеба или какой-то помощи, дадите ли вы ему или откажете? Если я слышу, что да, конечно, мы дадим и, конечно, мы окажем всю помощь и постараемся иметь все возможное в этом случае любовь, тогда я допускаю у человека до причастия святых христовых тайн. Потому что это значит, что обстоятельства таковы, что эти два человека не могут найти примирения. Потому что, к сожалению, бывает так, что мы расстаемся с людьми, которые занимали огромное место в нашей жизни, и не можем восстановить с ними отношения, не будучи даже в состоянии обиды, а будучи в состоянии какого-то колоссального разочарования. Вот именно разочарования. И вроде и любовь есть, и так вот смотришь к себе в сердце и к себе в душу, и понимаешь, что ты готов принять человека в любое время, опять вроде бы, но понимаешь, что отношения никогда не будут прежними, потому что надломилось что-то очень серьезное. И ты узнал и понял из этой ситуации, в которой вы оказались, что ты заблуждался, ошибался в этом человеке, в его мотивациях, действительно в его любви к тебе или в том, что ваши отношения были такими близкими и такими необходимыми для обеих сторон. И вот, конечно, в этом случае невосстановимости человеческих отношений, «Ну что ж тут, ничего не поделаешь, мы все люди, и нам очень тяжело прощать». Но это не значит, что мы перестали любить. Это не значит, что мы перестали любить. Это просто значит, что мы очень немощные существа, и нам далеко не все подвластно. Хотя утешать, успокаивать себя тем, что ты, ну, знаете, расстался с человеком и расстался. Ты зла не держишь, вроде бы, готов всегда руку помощи протянуть, тоже не следует. Все равно следует молиться за этого человека и исповедоваться по возможности в том, что да, есть такие отношения, которые невосстановимы, но на все Божьей воле. Вдруг Господь коснется ваших сердец и даст вам силы и возможность восстановить ту любовь и то доверие, которое когда-то было между вами. Это же касается и христианского брака, знаете. Я много раз видел точки невозврата, когда брак разваливался, и было очевидно, что он больше невосстановим. А много раз видел то, что казалось точкой невозврата, но не было таковой, и там еще оставались некие неоткрытые пространства, в которых сохранялась любовь, которая могла опять прорасти и опять вернуть брак прямо в самое-самое начало любви, в самую раннюю радость любви. Так что не переставайте молиться Богу, каяться перед Ним и верить в таинственное. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.